здравствуйте дорогие друзья сегодня воскресенье 7 июня и вы слушаете и смотрите 19 выпуск программы утренний соловей в москву наконец-то пришло лето и надеюсь что и ваши пенаты она пожаловала и вот сейчас запишу этот выпуск и отправлюсь на прогулку в лес который находится у меня прямо смысле слова за окнами сегодня он хотел рассказать о том как пропаганда манипулирует нами манипулирует обществом целом а не только отдельными людьми и благодатная тема сейчас как раз для демонстрации манипулятивных методов это кампания по подготовке и проведению плебисы то или так называемого общенародного голосования по поправкам в конституцию ну чтобы разобраться в том как пропаганда манипулирует в данном случае нам надо будет ввести одно понятие это понятие звучит спир как спираль молчания возможно некоторые из вас слышали об этом может быть даже многие слышали спираль молчания это такой очень мощный пропагандистский метод который основан на простой психологической уловки в том что люди в подавляющем большинстве боятся оказаться в меньшинстве извините за невольный каламбур и они предпочитают быть членами большинства они членами меньшинства я думаю что эту психологическую закономерность сознание вы можете хорошо продемонстрировать вспомним собственный опыт люди старшего поколения наверняка вспомнят что порой на партийных комсомольских профсоюзных собраниях у них накипало но никто не решался по крайней мере до времен перестройки выступить и сказать я против то же самое когда вы находитесь в компании если у компании есть некое сформированное мнение довольно сложно против него выступить довольно сложно выступить против мнения трудового коллектива назовем это так ну и цель пропаганды пользуясь этим психологическим строем людей сформировать искусственное большинство то есть показать что то точка зрения которую защищает и манифестирует пропаганда эта точка зрения большинства и соответственно люди начинают к этой точки зрения большинства присоединяться они вынуждают себя присоединяться или по крайней мере не сопротивляются этой точки зрения в свое время один американский журнал во времена еще ссср опубликовал знаменитую статью она по моему потом в анекдот превратился может быть изначально был анекдот имя уже не не помню точно называлась пять парадоксов советского строя звучала она так советском союзе никто не работает но общественное производство растет общественное производство растет но в магазинах ничего нет магазинах ничего нет но у каждого все есть у каждого все есть но тем не менее каждый недоволен каждый в отдельности против но все вместе голосуют за да понятно да то есть люди думают что они находятся в меньшинстве, и большинство настроено иначе, чем люди, поэтому люди поступают так, каким велит официальная или в данном случае пропагандистская позиция. Парадокс ситуации в том, что вот нас, тех, кто, как мы считаем, находится в меньшинстве, на самом деле может быть большинство. То есть большинство на самом деле может придерживаться иной точки зрения, но мы просто не знаем. Мы поддаемся официальной пропагандистской доктрине, которая уверяет, что мы с нашей точки зрения на самом деле отщепенцы, а большинство придерживается иной позиции. Как пропаганда добивается этого эффекта, она создает односторонний информационный поток. Вот скажем, когда вы смотрите российское телевидение, то и радио слушаете, то вы узнаете, что дела в стране в общем, несмотря на пандемию, обстоят неплохо, а скоро будут еще лучше. И уж по крайней мере дела в богоспасаемом отечестве российском гораздо лучше, чем в Соединенных Штатах, которые вот-вот рухнут под тяжестью расовых бунтов, восстаний и собственной слабости. Вы узнаете из нашей пропаганды, что Путин, именно Путин, всем руководит, все направляет и входит в каждое даже малейшее обстоятельство. И где надо пригрозит, а где надо проявит отечественную заботу. Вы узнаете о том, что поддержка в стране Путина колоссальна, что в каждом ауле, в каждом кишелаке, кишелак вот уже из советской истории, в каждом ауле, в каждом доме, в каждом дворе поддерживает дорогого и бесценного Владимира Владимировича. И, соответственно, пропаганда дает вам понять тем самым, что не надо, не трепыхайтесь. Что бы мы не хотели, мы сделаем. Мы все сделаем. От вас ничего не зависит. Все за вас уже решено, предрешено и в том числе предрешены результаты голосования 1 июля. Вот как справиться с этим состоянием, которое пропаганда на нас наводит как морок. Вспомните знаменитую фразу профессора Преображенского, разрухи которой начинается в головах. Так вот, преодоление этого пропагандистского морока, разрушение спирали молчания начинается тоже с головы. Все перемены начинаются с головы. С осознания того обстоятельства, что сейчас вы, с вашей точки зрения, не в меньшинстве, вы не отщепенец, что так как вы, оказывается, думает большинство людей. Скажите, пожалуйста, вот после пенсионной реформы вы верите в то, что Владимир Владимирович Путин заботится о своем народе? Не верите? Так ведь и другие не верят. После того, как во время пандемии Владимир Владимирович руководил страной, находясь глубоко под землей в бункере, вы верите в то, что он отважный, мужественный руководитель? Не верите? Так ведь и другие в это не верят. Тогда чего вы взяли? Скажите, пожалуйста, что Владимир Владимирович пользуется поддержкой большинства общества и что результаты голосования предрешены. Знаете, откуда вы это взяли? Вот так и работает пресловутая спираль болчания. Вы уверены, что вы против, но вот ваши соседи или в вашем дворе, или в вашем подъезде, вот я знаю, там вы можете всегда привести, они-то за. А чего вы взяли, что они за? Может быть, они точно так же, как и вы против, но просто скрывают свои мысли, свои настроения, потому что это вообще характерно и для советских, и, а сейчас и для постсоветских людей, скрывать свои подлинные настроения в отношении политики. Поэтому социологам становится все сложнее работать, потому что значительная часть людей, которых социологи опрашивают, или отказываются отвечать, или дают так называемые одобряемые ответы, то есть те ответы, которые, как людям кажется, социологи хотели бы услышать. Какова реальная поддержка Путина? Вы слышите 56, 60, 70 процентов, а на самом деле 25, а то и, утверждает Сергей Белановский, один из лучших специалистов по качественной социологии в России 22 процента. Меньше четверти. 22 процента. Причем, по исследованию Сергея Белановского, Путина преимущественно поддерживают, ну вот костяк его поддержки, это чиновники, чего и следовало ожидать, и пожилые, малообразованные жители средних и малых городов. Вы относитесь к числу этих людей? Вы входите в ядро поддержки Владимира Владимировича Путина? Я думаю, что нет. А подавляющее большинство, это еще важнее утверждает Белановский, жаждет перемен. Причем, это уже добавляю я сам, сейчас желание перемен такое же, если не выше, чем как то желание перемен, которое было на рубеже в 80-х, 90-х годах прошлого века. Так жить нельзя. Тогда было рефреном, и сейчас это превращается в дух времени. А к словам Белановского о том, что реальная поддержка Путина 22%, стоит прислушаться. А еще больше стоит прислушаться к словам Сергея Белановского о том, что очень высока вероятность политических протестов, массовых протестов, подчеркивает Сергей. Это, кстати, тот самый Сергей Белановский, который предсказал протесты поздней осени, ну точнее даже зимы 2011 года и протесты 2012 года. Но даже если наши настроения переменились, они совсем не такие, как нам пытается объяснить и внушить пропаганда, это не означает, что перемены произойдут сами по себе. Никогда перемены сами по себе не происходят. Как говорил великий китайский руководитель и незаурядный революционер Маунт Зэдун, стол не сдвинется, пока его не передвинут. Итак, настроение должно порождать действие. Надо понимать, что если мы говорим о политических переменах, о такой значительной перемене, как демонтаж действующего режима и утверждение новой Российской Республики и новой власти в лице правительства национального спасения, то действие будет не разовым шагом, не единичным поступком. Действие это процесс. Но процесс, обращаю сразу ваше внимание, мирный и законный. По крайней мере в начальной своей фазе. Так вот, первый шаг в этом процессе, именно мирный, законный и безопасный шаг, можно сделать 1 июля. Я имею ввиду голосование о поправках Конституции. Так оно называется формально, но на самом деле это не голосование о поправках Конституции. Это голосование о доверии персонально дорогому товарищу Владимиру Владимировичу Путину. Вы ему доверяете? Я вам только что сказал. Подавляющее большинство общества ему уже не доверяет, хотя и не решается произнести слова о своем недоверии вслух, публично. И, кстати, именно как голосование о доверии или недоверию президенту этот плебисыт воспринимает и сам президент, и его администрация. Заместитель главы администрации Сергей Кириенко, который отвечает за российскую внутреннюю политику, сказал Путин, что лично ручается, лично, что результаты плебисыта благоприятны. Благоприятны для дорогого вождя. Ну, если Кириенко сказал, то значит ли что-то наши голоса? Знаете, если наших голосов окажется очень много, то они начинают кое-что значить. Они начинают кое-что значить и для властей, и для политики, и в первую очередь, и, может быть, даже прежде всего, для нас самих. Придя на голосование, мы можем убедиться в том, что нас немало. Тем более, что этому будет предшествовать то, что мы объявим, что мы придем голосовать и проголосуем против. Придя на голосование и проголосовав, мы можем предварительно сфотографировать свой бюллетень и выложить его с пометкой «в графе нет». И мы увидим, что нас, таких, кто пришел и проголосовал против, много. Тем самым мы сделаем хотя бы что-то, а не будем клеймить «проклятый режим». Мы сделаем что-то, а не будем сидеть на диванах и строчить гневные филиппики в интернетах. Но главное, пожалуйста, помните, что даже если мы сделаем что-то, это всего лишь первый, первый, но не единственный шаг. Но это шаг в том пути, который приведет нас к победе. Хотите вы или не хотите уж, извините за такой тон, но всем нам придется осенью и зимой выходить и защищать свое право на свободу, право на справедливость и даже не исключаю право на жизнь. Обстоятельства нас вытолкнут. Не наше желание или нежелание. Обстоятельства нас будут выводить, выталкивать на улицу. Поэтому готовьтесь сейчас. Поэтому ни в коем случае не ссорьтесь с теми, кто занимает в отношении плебисыта 1 июля другую, противоположную позицию. Кто говорит, что надо бойкотировать. Да, мы сейчас с людьми расходимся в отношении к этому единичному акту. Но это не означает, что мы расходимся с ними в отношении к нашей конечной и главной цели. И придет время очень скоро, когда мы с ними будем находиться бок о бок, борясь за достижение нашей общей цели. Поэтому ни в коем случае не позволяйте разногласиям, какими бы важными они нам сейчас ни казались, превращать друг друга, превращать части общества во врагов. Но, что я считаю важным и плодотворным, мы можем предложить тем, кто занимает позицию бойкотчиков, бойкотов, следующее. Вы говорите об активном бойкоте. Активный бойкот это действие. Это очень важно. Есть не участие в выборах, а есть активное не участие в выборах. То есть какое-то действие. Какое же действие вы можете предпринять для того, чтобы сказать, я активно бойкотирую выбор. С моей точки зрения, это действие может быть простым и законным. Вы приносите участковую избирательную комиссию. Это придется сделать лично. Своё заявление в двух экземплярах о том, что вы отказываетесь от участия в плебисцете. После этого ваше заявление там регистрируют. И вы вывешиваете видео, прошу прощения, фото, копию своего заявления у себя в социальных сетях. Вот это будет активным бойкотом, а не просто не участием в голосовании. Потому что как только зарегистрировали ваше заявление, оно становится документом. И тем самым вы подтвердили свою позицию активного бойкота. Если у вас есть какие-то другие идеи, как реализовать активный бойкот, я подчеркну, а не просто сидя на диване не участвовать, пожалуйста, предложите и предложите своим товарищам, предложите тем, кто разделяет свою позицию. А вот о том, что будет происходить после 1 июля, о том, как, когда мы будем действовать, какие шаги предпринимать, все это, весь этот комплекс вопросов, мы будем обсуждать на дебатах с молодым политиком Егором Жуковым. Егор Жуков стал лицом московских протестов лета 2019 года. А 18 июня, то есть совсем скоро, мы с ним будем проводить дебаты. Дебаты мы будем проводить очно. К ним можно будет подключиться онлайн, чтобы наблюдать их, что называется, в прямом эфире и задавать вопросы. На части этих вопросов, я думаю, что мы сумеем ответить. Не на все. Подключение к дебатам будет платным, но недорогим. Оплата нужна для того, чтобы оплатить техническую сторону дебатов. Это первое. И второе, часть сбора пойдет на благотворительность. Ссылка на онлайн-подключение будет находиться в описании ролика и в первом комменте к ролику. А сейчас, по традиции, несколько слов в качестве напутствия. Это тоже античность, но на этот раз это не Синека. Это великий римский император Марк Аврелий, который вел дневниковые записи, размышления. Они назывались «К себе самому». Это то место в начале размышлений, где Марк Аврелий благодарит своих учителей многочисленных и пишет о том, что он у них почерпнул. От Аполлония у меня свобода мыслия и твердая осторожность. И умение даже в малом не обращать внимания ни на что, кроме смысла. И всегда сохранять душевное равновесие. При острых болях, при утрате ребенка, во время продолжительных болезней. И ясное понимание на примере его жизни, что один и тот же человек может быть энергичным и беспечным. И умение при объяснениях не раздражаться. И видеть, как человек разумный наименьшим из своих достоинств считает опыт и искусство передачи умозрительных положений. И понимание, как нужно принимать от друзей то, что считается благодеянием. И не терять из-за этого достоинства. И вместе с тем не пренебрегать бесчувственно тем, что считается благодеянием. От текста у меня приветливость. И пример, как управлять домом. И понимание жизни в согласии с природой. И ненапускная серьезность. И стремление заботиться о друзьях. И терпимость к людям обыкновенным. И судящим без осведомленности. От фронтона знания, каковы злые чары и изощренности притворства тирании. И сколь бессердечны те, которых мы обычно называем голубой кровью. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были со мной. А я остаюсь с вами. Пожалуйста, берегите себя, своих родных и близких. И до новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok